Жук, пошли, на, держи, о, тут Альма, держи, Альма, тебе нельзя, это большая кость, это жуковская, Альме не дали ничего, ай-яй-яй, стоять, иди сюда, ага, сейчас еще подерутся, надо закрыть ее, все, у меня готовится, ребята, суп на плите, на завтра, чтобы было что кушать, А сейчас, надо же решить, что-то с подоконником, там краска уже, наверное, подсохла, так мы не можем, Альма, заходи, заходи, иди сюда, не-не-не-не, иди сюда, пошли домой, заходи, пошли, заходи, пойди ты, не можем решить насчет подоконника, ребята, вонять вонючей краской, или все-таки белым сделать, не можем решить подоконник, Понимаете? Вот так вот все это выглядит, ну, более-менее покрасилось, ну, оно потом станет более хорошо видно покраску, когда я сниму со стекол вот эти вот штуки, ну, вот и как, как сделать, чтобы прям белый подоконник был, оно будет, и не видно, что тут окно будет все сливаться, Или вот такой вот серенький сделать, такой, ребята, но она такая, она более толстая, это же одним слоем, но смотрите, какая толстая краска, Вот блин, а, да и это уже высохло, мне кажется, все же серый, потому что, да, тут у нас серый преобладает, все серый здесь есть, окошко белое, подоконник серый, блин, все-таки мне серый больше как-то, У меня здесь будет стоять микроволновка на окне, она как раз по размеру, по ширине подходит, ну, блин, надо сережку еще раз позвать, как он скажет, так и будет, Вот, вот здесь вот есть такая штука, смотрите, тут трещина в этой самой, и тут вот идет какая-то твердая штука, я не знаю, надо ее отдирать или нет, я не пойму, что это такое, но оно твердое, Твердая, или пускай будет, как раз микроволновка будет с этой стороны, она вот так вот эту штуку закроет, а когда, уже можно отодрать эти штуки, да? Все-таки попало на стекло, ребята, протекло, надо отдирать, и пока оно свежее, блин, я, наверное, рано руки испачкала, Ну, оно отмывается, стекла из возюкала, ребята, блин, ну, оно защищает, получается, но не в моем случае, я на возюкала, Юля свинюшка, смотрите, видите, местами нету, а местами попало, надо аккуратно брать тряпочку, пока свежак, и вытирать, наверное, я все отдираю их, и все, Ну, что ж мне делать с этим подоконником, я не знаю Ребятки, а я замерзла что-то, я сварила суп-супец, за которым я вам говорила, вот, я решила горяченько откушать, видите, маленькую такую тарелочку, что-то прямо в охотку, Я попротирала там стекла, а, ребята, кстати, насчет супчика, следующее видео будет рецепт этого самого супа, обалденного, Приготовьте, не пожалеете, выйдет рецепт после этого видоса, посмотрите, и тоже, может, приготовите, очень вкусно, короче, Я решила немножко согреться горяченького, с пылу, с жару, я ж не отключила, надо плиту отключить, сейчас, сейчас, включаем, Потому что супчик уже готов, забыла выключить, и пойду, ребята, сейчас согреюсь немножко, а ну, когда внутрь горячее, принимаешь, да, Не горячительное, а горячее, ты согреваешься, Только что собаки подрались, Альма с жуком, мы тут сидели, Сергей, вот тут вот за шторой, там, с той стороны, в палисаднике, Альма пищит, думаю, все, капец, а знаете, что, у жука кость, мама же привезла большую кость, И та же полезна, а жук не захотел прощаться с косточкой, она в наглую, она не укидается, она все равно до последнего лезет, капец, Суп с мясом, ребята, даже, ну, у артистов суп с мясом, прикиньте, Вот, что мы обычно без мяса едим, супы, ой, хорошо, пошло, пошло, прям чувствуешь, как вот так вот идет, когда холодно, чувствуешь, как оно идет внутри, вкусно, Король еще позвала, я сережку, посмотрели мы вместе на подоконник, базара нет, если бы краска была другая, такая, знаете, густая, то да, а вот эта вот такая водянистая, не, Красим серый, ну, что, главное, чтобы окошка белая была, правильно, а подоконник может быть любым, наверное, С другой стороны, если будет все полностью белое, знаете, как, нет, когда в квартире, у нас же, как правило, обои, у нас, ну, я к тому, что стены же не белые, обои или там водоэмульсионка с, ну, с колором каким-то, то есть там, ну, не белые у нас стены в квартирах, правильно, это редко, чтобы, белые как в больнице, Вот тут, как в больнице, вот, а тут, так как стены белые, окно белое, оно пошло уже такое, сливайка, знаете, сливается, как раз подоконник подчеркнет, что тут вообще окно есть, а то оно прям сливается. Сейчас покрашу серый, у меня есть кисточка с прошлого раза, я ее там в сарае поставила в растворитель, я думаю, что она еще живая, эта кисточка, без 10,9, ребята, вечера. Пока сережка видео монтирует, я покрашу, я оставим горячее, оставим форточку открытую, чтобы проветривалось, а завтра уже с дверьми решим, что делать. Мама привезла Лене капельсинку и привезла такой вот калачик с маком, булочка. Так, Лене отвезем. Ласа, ты ела, Костян. Что, жук? Неужели ты косточку оставил или прикопал? Он так просто не оставляет, он закапывает. Ну, не надо драться. Ой, Ласа кидается на Костяна. Он слишком близко подошел. Все, ребята, за вас я ем очень вкусный суп. Приготовьте, а потом напишите в комментариях, понравился вам такой суп или нет. Я не знаю, что это за рецепт, я его сама придумала. Но он очень вкусный. И главное, быстро готовиться. Все, ребята, начинаем. Время почти полдесятка, блин. Так, я взяла палочку. Размешать краску. Серую. Так, подождите, могилка. Сюда. Нормальная кисточка после растворителя. Смотрите, она вообще не засохла, ничего. Ей буду красить. Так, вот здесь я. А я что, ее не принесла? Ну, ебрызгай-то. Все, нашла. Что-то я ее в гараж запихнула. Так, открываем. Серая красочка. Не засохла тут. Ой, хорошо все. Перемешиваем палочкой. Хорошо, хорошо. Сережка там видео монтировит. Я и тут и там разговариваю. Классная краска. Это серая. Надеюсь, что будет красиво. Слушай, я и так взболтала. Во прошлый раз я что-то красила, а просто взболтала хорошо. Мне в комментариях написали, что это недостаточно. Надо вот так вот перемешивать палочкой. Ну, я ж только учусь, ребята. Я ж не всю жизнь покрасками занимаюсь-то. Это у меня, грубо говоря, дебюты. Понимаете? Так, думаю, что достаточно. Хорошо перемешала. Уже запах пошел, воняет. Это уже вонючая краска. Ничего, я сейчас фоточку открою. На пакетик. Наложу, пока я там не кинула. Фух, ну что, с Богом. Только, блин, мне надо было взять какую-то табуретку, чтобы поставить рядом, чтобы я не в руке банку держала. Табуретку найти надо. Ну все, ребята. Колорифик. Что же оно? Сюда красочку. Сюда. Блин, я так боюсь. А как же я делаю этот бортик? Она еще не до конца высохла здесь. Хотя, местами не высохла. Ленту не хочу клеить. Проблемы. Как же мне быть, чтобы не испачкать. Сюда по бокам можно, в принципе, ленту наклеить. Попробовать. Ну хотя бы, чтобы мне язык закончилась. Ё-моё. Вот это да. Вот это да. Круто. Слышь, надо так, а? Я сейчас пойду еще поищу. Ну, вряд ли есть. Нет, ребята, больше нет. Малярного скотча. Короче. Но у меня есть маленькая кисточка. Я буду красить той, а потом в конце маленькой кисточкой краешки буду аккуратненько выводить. Все, я начинаю. Сейчас сделаю и вам покажу. Все, ребята, я довольна. Я довольна. Мне нравится. Сережку позвала, посмотрела, говорит, круто. Смотрите, краска обалденная. Она, ну, вот эта трещинка надо было ее ранее заделать. Ну, то ерунда. Так ее не видно. Раньше надо было подумать. Смотрите, как он блестит. Ну, классно. Завтра купим белую ручку. Все равно на поворотнике плохо краска эта белая взялась. Не нравится мне эта краска. Вот. Ну, уже как есть. Ручку приделаем белую сюда. Вот. Ну, классно. Ну, оно блестит. Не знаю, будет ли потом блестеть. Вот. Вот точно такая же краска вот здесь, ребята. Вот здесь. И эта такая. Мне очень нравится. Серая с белым хорошо. Короче, мы решили, думали эту дверь серым красить. Ну, а эта-то голубая остается. А эту мы перекрашивать не будем, ребята. Она слишком древняя. Большая. Тут столько вот этих нюансов. Вот это все обрывает, чтобы покрасить король. И мы знаете, что решили? Мы тоже добавим в нее серого цвета. Смотрите. Здесь идет такая вот штучка, да? Посредине дощечка. Вот эту дощечку внутри я крашу серым. Вот эту дощечку я крашу серым. Вот эту дощечку и внизу одну. Все. Вообще лучше было бы вот это вот внутри, видите? Вот этот кантик внутри серым покрасить. Но здесь проблематично, потому что вот здесь неровно идет. Я не смогу прям миллиметрить, ровно-ровно сделать эти края, как надо, мне кажется. Поэтому я чисто дощечки. Завтра куплю скотч, вот здесь вот обклею так аккуратно. И покрашу вот эти вот. А с этой дверью я сейчас просто красану, ребята, вот эти вот штучки. Вот эту штуку и вот эту. Блин, ну опять-таки, у меня нет малярного скотча. Как я смогу ровненько сделать? Я не знаю. Ну, во всяком случае, я, может быть, попробую, пока у меня кисточка испачкана. Блин, ну классно, красиво вообще. Мне очень нравится. Короче, ребята, показываю с дверями. Получилось очень некрасиво. Очень. Я даже не думала, что голубой и серый до такой степени не сочетаются. Это ужасно. Это ужасно. Смотрите. Вот эту штуку зря я покрасила сбоку. Эти еще штучки ладно, а сбоку зря. Короче. Эту дверь спасет только один вариант. Если я ее покрашу, остальное голубое, покрашу в белый цвет. И белая ручка. Только это спасет ситуацию. Правильно? Правильно. Белые стены, белая дверь, просто со вставками серенького. Будет нормально. И вот эта дверь. Тоже я ее испортила. Оно вообще не смотрится. А я ее вот... Да мне хочу перекрашивать. Сделать, может быть, белым. Вот тут вот вокруг белым. Или уже не заниматься фигней. Полностью белые ее красить. А серые вставки тоже оставить. Короче. Вот так вот. С дверями не получился вариант. Все-таки голубой цвет, он никакой. И если здесь на белом он смотрится светленьким, да? И на печке он более светленько смотрится, да? То на голубом он кажется таким темным. Значит, двери только в белый цвет красить. Но ничего. Высохнет. Завтра буду исправлять, ну, вернее, добавлять белый цвет. И тогда спасем ситуацию. Потому что на данный момент ужас ужасный. Никак. Вообще никак. Так голубой цветом вообще не катит тут. Все. Окошко открыто. Будем собираться. Сергей уже домонтировал. Ну, все. Завтра буду продолжать, потому что сейчас. И то старалась, смотрите, ровненько края. Просто кисточка без всякого скотча. Старалась ровненько сделать ободочек. Ну, вернее, по краям. Завтра тогда продолжу. Все. Все, ребятки, едем домой. Фух, надышались краской. У меня аж отежда как будто воняет. Или волос, а наш все пропитывается. Ничего. А завтра еще будем красить. У нас уже говорили, перекрасьте эти голубые двери. Перекрасьте двери. Оно так и получается. Будем перекрашивать. Ничего страшного. Как раз повод есть перекрасить. Правильно? Ну, да. Да. Будут бережки. Я сегодня целый день видосами тебя занимался. Завтра будем на мобилку снимать. Чтобы освободить время. Немного, да, Мам? Может быть. Не знаю. Не согласна. Я не могу на мобилку снимать. Надо постараться. Целый день сегодня ушел. Надо как-то разгрузиться, чтобы доделать кухню. Все, пора домой. Тадам, ребятки. Ужин у нас. Ужин-ужинец. Вот такая вот макарошки, бантики, которые я утром готовила. Вот. Отбивные, которые на даче готовила. У Сергея один котлета, один отбивная. Он так выбрал. Вазелик. А это, ребята, знаете, что это такое? Борщевая заправка. Короче, Сережа макароны просто так не ест. Ну, я подливку никакую не готовила. Нужно что-нибудь. Ребята, не поверите. Полный погреб. И лечу. И аджики три разных вида. И, короче, все на свете. Всего разного. И забыли взять. И все там. Ну, это капец какой-то. Мы привезли вот эти три банки, но ты их уже съел. И все. Не будем же мы сейчас возвращаться. Нет. И стояла борщевая заправка. Я говорю, ну, давай попробуем. Ну, короче, знаете, на вкус как свекла. И можно на хлеб мазать. И есть. И есть, да. Ну, попробуешь. Не знаю. Короче, борщевую заправку ложками едим, ребята. Все, и чайочек пьем. А сейчас же в школе дистанционка. У нас желтая зона. Школы закрыты. При условиях, если 80% учителей вакцинировано, то школа работает. У нас цифра далеко-далеко. Нам до этой цифры. Поэтому мы сидим дома на дистанционном обучении. Вот. Такие дела. Все, ребята. Всем спасибо. Заходите завтра. Пишите комментарии, ставьте лайки. Подписывайтесь. Пока-пока. Пока-пока, ребята.